События и процессы, безусловно, оказывают влияние на всех нас. Иной раз наши эмоциональные восприятия, они даже не укладываются в обычные, может быть, привычные представления. Но это не секрет, что люди всегда считаются с опасениями, они иногда подвергаются страхам. Но плохо, когда эти страхи бывают намного хуже, чем даже само явление, вокруг которого строятся эти страшилки и страхи. Но, к сожалению, людям свойственно все воспринимать с большой тревогой, потому что их все время интересует безболезненное, безопасное будущее. Здравствуйте! Мы снова с вами встречаемся на платформе Баку-нетворк. Продолжаем разговор о тех процессах, которые происходят в Азербайджанской республике, особенно в Восточном Занизуре, в Карабахе, где есть множество и социальных, и гуманитарных вопросов. Ну и, естественно, и там же стоит особняком вопрос реинтеграции армянской общины в азербайджанскую действительность. Сегодняшний наш гость – директор Института философии и социологии Академии на Азербайджанской республике, профессор, доктор наук Ильхам Мамедзаде. Ильхам Мамедзаде, еще раз приветствую вас и признателен вам за участие в нашей рубрике. Разговор немножко, безусловно, актуальный, но в то же время он в каком-то смысле противоречив, ввиду того, что я уже упомянул о страхах. В принципе, не будем затрагивать политический аспект. Больше, наверное, сконцентрируемся на гуманитарном мотиве, потому что война закончена, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. И есть тема возвращения в азербайджанское общество армянского меньшинства Акарабаха. Но там же еще есть граждане Азербайджана, азербайджанской национальности, которые тоже карабахские, из Ханкианды, из Ходжалы, из Малабайли и других пунктов. Стало быть, есть большая необходимость, нужда в диалоге. Вот как вы думаете сейчас для того, чтобы восстанавливать утраченные связи, которые некогда были, какие форматы вам видятся наиболее обнадеживающими? Вообще, за каждым конфликтом идет, естественно, диалог, реинтеграция, реставрация, включение людей в общение друг с другом. Это вопрос непростой, и на самом деле он, наверное, требует своей дорожной карты. И ему должны способствовать определенные предварительные, наверное, подготавливающие к этому диалогу какие-то шаги. Я думаю, с обеих сторон. Ну, наверное, если речь идет об Азербайджане, то, конечно, Азербайджан здесь должен сделать определенные... Шаги навстречу? Да, Шаги навстречу. Я прошу прощения, вы сказали о двух сторонах. Я думаю, что вы имеете в виду азербайджанскую сторону и армянскую сторону, живущую в Карабахе. Да. Потому что мы армянскую республику не трогаем. Не трогаем. Это другой вопрос. Да, это вообще тут не только армянская республика. Там есть вопросы того, как вот, возможен ли диалог еще, например, с армянской диаспорой из других стран. Ее влияние тоже велико. Так что здесь много вопросов, но в данном случае речь идет о армянских этносах в Азербайджане. И в этом плане, конечно, азербайджанское правительство, с одной стороны, заинтересовано в том, чтобы расставить все точки над И. А с другой стороны, ну, все-таки вот простые армяне Карабаха, они хотели бы, наверное, знать о том, как будет потом. Как будет. Вот этот вопрос, как будет, он уже связан не только с правительством. Он связан с тем, как вот азербайджанцы и армяне будут друг с другом сосуществовать. Да. Ну, вот вы сказали о том, что Азербайджан должен сделать наше правительство, наши, скажем, структуры официальные. Они должны сделать первый шаг на встречу. Они и сделали первый шаг на встречу. Ведь начало же положено. Даже депутат нашего парламента, он возглавил небольшую делегацию по численности, которая хоть жалую встретилась с представителями армянской общины Карабаха. Но вот, а что за страхи и что за причины, которые сорвали этот процесс, только начавшийся? Азербайджан не только это сделал, он еще и пригласил, я вспомню, армян Карабаха, представителей Баку. Они отказались дважды приехать. И не один раз, да. То есть, в данном случае, все равно эти дела надо продолжать. Это понятно. Вот, как продолжать? Вот, страхи с одной стороны, но есть страхи и с другой стороны. Но всегда в обществах, ну, есть люди, которые готовы преодолеть страхи. То есть, надо ориентироваться на тех, кто готов преодолеть страхи. То есть, нужно буквально находить отдельных армян Карабаха, которые готовы все-таки участвовать в той или иной форме диалога. Диалог бывает разный. Ну, я прошу прощения, может быть, вы все-таки имеете в виду лидеров общественного мнения, на местном уровне хотя бы, да? Да. Ну, наверное, речь идет не просто о человеке, который, может быть, с трудом изложит свои мысли и так далее. Речь идет о людях способных, ну, о блогерах. Может быть, о каких-то учителях, может быть, о каких-то, ну, активистах, культурных активистах. Которые обладают, скажем, авторитетом среди населения, узнаваемые люди и совершенно умеющие, во-первых, общаться на общественное настроение. На людей, да. На простых людей влияющих. Это непросто. И мы понимаем, что дело не только в страхах, но и в мифах, и в последствиях войн, и страхи за свое будущее, за своих детей и так далее. И мы знаем, что на их мнение оказывают влияние, в данном случае мы не об Армении говорим, но Армения и российские Армении оказывают на них влияние. И диаспоральные структуры. Противопоставить им надо нашу работу. То есть граждане... Работа должна быть рациональной, она должна быть четко определенной. Да, видимо. И самое главное еще, она должна опираться на контактный процесс. Потому что, если мы говорим о том, что площадка, где нет диалога, там ничего невозможно, скажем, добиться или какого-то результата, естественно, значит, надо идти на этот диалог. Потому что, как же можем мы еще быть в настроении другой стороны, если мы даже не контактируем? Вот недавно я слышал одного каравахского блогера, скажем так. И для них, например, очень важный вопрос, как будут меняться драмы на монаты. Нам вообще странно может показаться, что, кажется, вот этот вопрос будет решен. Но вот людей, простых людей иногда, вот я думаю, беспокоит вот этот вопрос. И они должны получать, наверное, ответы вот в этом направлении на такие простые вопросы. Хорошо. Хоть скоро вы об этом заговорили. А вы вообще знаете другой какой-нибудь прецедент, где есть страна, в которой есть национальная валюта, и вдруг маленькая какая-то община, она будет расплачиваться с иностранной валютой. Причем, которая и некомментируемая, некомвертируемая. А с другой стороны, может быть, даже на международном уровне непризнанная валюта. Я согласен, что это смешно. И так я и отреагировал, что смешно. Но есть и другие вопросы, которые могут их беспокоить. Ну, например, язык общения. Вот мы с вами будем говорить на русском, и им будет понятно. Но это вопрос, ну, они могут, страшилки о том, что, например, как они будут общаться, да? А как общались в Карабахе азербайджанцы и армяне до 90-х годов, до 86-го года, скажем так? Кстати говоря, в 86-м году начались эти очень опасные тенденции, процессы, которые положили начало будущим войнам и многолетней дезинтеграции. Я вам скажу, в Карабахе жили лучше. Социально-экономические показатели вы имеете? Социально-экономические показатели и на индивидуальном уровне жили во всем лучше. Но когда началась обработка сознания, манипуляция сознанием со стороны понятно кого, они тут же об этом благополучно забыли. Значит, есть необходимость, в общем-то, вспоминать о практике прошлых лет. Там всякое было, но было очень много того, что надо, наверное, вспомнить. И восстановить. И восстановить, да. Это есть вопрос, который должен стать предметом диалога. Ну, например, почему вот, когда бывает хорошо, вдруг все хотят, чтобы им стало плохо. Вот это вопрос. Это далеко даже не философский вопрос, мне кажется. Да, это не философский вопрос. Это глубоко житейский и одновременно. Вот прикладной вопрос, то, чего идет от науки, да, от демографии. А какой рост у них был? Да, вполне такой высокий уровень. Да. Да. Это значит, это был показатель именно благополучия чисто в жизненном плане. Вот я возьму такой пример. Азербайджанцев, ну, насколько я помню, там общая цифра такая была, около 30% туда-сюда, в Карабахе. А армян, все остальные, вот, если Азербайджан устраивал не очень хорошую жизнь для армян Карабаха того времени советского, чего же они так, все время их было больше. Это все говорит о том, что Азербайджан вполне нормально устраивал жизнь карабахских армян, и не было основания им быть недовольными. Кстати, я помню, и это тоже факт, вот, были армяне, которые в те годы очень даже, ну, негативно воспринимали те процессы. Эти люди, есть среди них и сейчас живущие люди, вот это люди, которые, может быть, куда-то уехали, но их отношение было, они из Карабаха, и они очень даже позитивно относились. Я вот вспоминаю, сколько таких было армян. Вот это все о чем-то, вот, это та часть того, чего нам надо вспоминать, в принципе, для них. Ильхан Далим, вам прекрасно известно, что президент Ильхан Алиев высказывается по этому поводу периодически, и совсем недавно, будучи в лачине, он сказал о том, напомнил точнее, что или реинтеграция, или же те, которые не хотят принять азербайджанское гражданство, должны покинуть страну. Почему этот тезис вызывает, во-первых, злобу у некоторых сил, речь не только о внутриазербайджанских силах, и потом вызывает какие-то сомнительные реакции, мол, это что за постановка вопроса? А какой должна быть постановка вопроса? Неужели президент Ильхан Алиев, человек прагматичный, рациональный, успешный в мировом масштабе политик, он не взвесил все за и против этой проблемы? Потому что нет же другого, скажем, примера, может быть, прецедента, когда в стране живет маленькая община, она отказывается принимать законодательство той земли, того государства, того народа, среди которого живет, и говорит о том, что должны быть международные механизмы для обеспечения наших прав и свобод. Есть ли такой второй пример? Вы припоминаете? Я вам скажу, поступательность политики нашего президента, она, в общем-то, вот слово поступательность, с ней очень связано, вот эта политика поступательного, решение всех проблем. В данном случае речь идет о Карабахе. И вопрос о том, что как должны поступать с теми, кто, например, убивал, уничтожал и так далее, это один вопрос, это понятно. Но речь идет о том, что обыкновенные, простые люди, которые не замешаны ни в чем, понятно, что если они интегрируются, то им скорее будет хорошо. Безусловно. Да. И опять-таки, здесь, я так понимаю, что показатели Азербайджана, то, что он собирается вложить в развитие Карабаха, это все говорит о том, что им надо быстрее включаться. Идея вот нашего президента, новая геополитика Южного Кавказа, открытие коридоров, она, в принципе, в интересах Карабаха. Всего Карабаха. И Карабаха. Больше того, мы договорились не говорить, но и Армении тоже. В данном случае, потому что в Зангезуре они заинтересованы точно так же. К сожалению, вот иногда вот пустые страхи могут вот затянуть хороший процесс. Вот когда, в общем-то... Или вообще его как бы повернуть в пять. Да, или не извести. В принципе, кто захочет уехать, он и уедет. А многие уже и уехали. Да. А многие даже напрасно уехали, потому что им показалось, что вот сейчас только придет азербайджанская армия. Во-первых, азербайджанская армия повела себя, будем говорить откровенно, джентльменски. И это должны знать. И ценить. И ценить. Да. Ну, ладно, вот один вопрос. Значит, вот несколько дней назад из Соединенных Штатов Америки поступил приветственный месседж в адрес азербайджанского политического руководства о том, что президент Ильхам Алиев готов амнистировать так называемых руководителей Карабахского региона. То есть, речь о тех, кто по-прежнему называет себя президентом, там, не знаю, сектором совета безопасности Карабаха и так далее. И вдруг вот этот месседж, американский месседж, который приветствует позицию президента Алиева, вызвал раздражение, может быть, даже гнев, даже, я бы сказал, остервенение у многих армян с западного полюса, которые живут за пределами не только Азербайджана и Армении, но и Кавказского региона. И вдруг они начали посылать свои месседжи, что это такое, мол, почему американцы вот так приветствуют позицию азербайджанского руководства. Вот как вы оцениваете, как вы комментируете вот этот момент? Я вам скажу, это очень интересный вопрос, ведь до вашингтонского месседжа была встреча в Москве, потом была встреча в Кишиневе. В принципе, этот вопрос говорит о том, что при том, что есть большой раздраем между Соединенными Штатами Европы и Россией из-за Украины, или не только из-за Украины, то мы можем думать, что в вопросе Карабаха нашелся общий, и об этом уже где-то кто-то писал. Россия занимается открытием коммуникации на Южном Кавказе, она заинтересована в этом по разным причинам, но и из-за войны тоже. А Соединенные Штаты, видимо, интересуют, в общем-то, мир на Южном Кавказе и сокращение, видимо, влияния России. Это может быть, и об этом многие могут писать. Тогда возникает вопрос, почему вдруг армяне начинают, живущие в разных местах, начинают жестко, фактически троллить позицию Азербайджана. И провоцировать азербайджанских армян. Конечно, и провоцировать, влиять, манипулировать, вот, хорошее слово, манипулирование. В данном случае, что из этого? По большому счету, манипуляция армянами Карабаха бьет по ним самим. Самим. В данном случае мы оказываемся стороной, которая готова, как бы, вопреки их страхам и ожиданиям, предложить им нормальную форму реинтеграции. Если вопрос станет о, это отдельный вопрос, о том, те, кто преступники, или руководители, если не замешаны, если они не причастны кровавым преступлениям, то они могут потом, видимо, в каком-то будущем времени участвовать в каких-то выборах. Наверное, это все настанет время, там, в какой-то форме, там, муниципальной, или еще-то какой-то, да, то, что будет. Но это, наверное, дело далеко будущего. Но, в общем-то, рано или поздно будет эта форма власти в Карабахе, муниципальная, и они там будут участвовать. Как бы мы ни говорили, допустим, об Азербайджан-армянских отношениях, типа Баку и Ереван, тем не менее, многое из того, что происходит в Армянской республике, тоже оказывает свое воздействие на умонастроение в Карабахе, особенно на армян Карабаха. Ну, вот вопрос о международных гарантиях. Неужели те люди, которые произносят этот призыв, тезис, не знаю, эту вот парадигму, они надеются на то, что это может произойти? Как вы думаете, если вот президент Ирхам Алиев, как до войны, так и после войны 20-го года, он не сделал ни одного, скажем так, необдуманного шага, все его инициативы разумные и, как правило, дают результат. Вот мы установили пост на дороге Лачен-Ханкианды. Разве повышенная безопасность угрожает жителям Карабаха и армянам, и азербайджанам? Кто от этого может пострадать? По идее, между государствами должна быть граница, она должна быть охраняемой с обоих сторон, и это понятно, и должен быть пункт КПП и так далее. То есть, в данном случае здесь, естественно, азербайджанская позиция нормальная, и так и должно быть. Она общепринятая? Другой вопрос, что когда речь идет о манипуляциях, начинают самые простые, правильные шаги подавать в какой-то другой упаковке, и тогда получается как бы влияние на подсознание человека, потребителей этой информации, и этим фактически вот армяне всего мира занимаются, влияя на армян Карабаха. Опять идут манипуляции, опять идут там вариации, скажем так. Конечно, и надо нам тоже знать, что вот этот процесс будет всегда. Какой бы мир прочный не был, как бы хорошо не было, устроены дела, открыты границы и так далее, как бы мы хорошо не относились. То есть, поползновения будут, да? Этот вопрос влияния манипуляций со стороны будет всегда. Что нам делать? В данном случае нам надо противопоставлять поступательную социальную политику, это ясно. Решения должны быть проверяемые. Решения должны быть интегрирующие интересы карабахской армян. Да, общин. И азербайджанцев тоже. И азербайджанцев, само собой, и всей страны. В данном случае, если эти решения будут приниматься с учетом всех соответствующих, сопутствующих обстоятельств, ну, этот вопрос как бы будет все время в позитиве и для Азербайджана, и для карабахских армян, и для азербайджанцев Карабаха. Потому что они тоже, вернувшись в Карабах, будут заинтересованы в нормальных отношениях. Потому что только тогда возможно прочное какое-то развитие в Карабахе. В данном случае речь идет о Ханкенде и прочих местах. То есть эти вопросы говорят о том, что нам надо учитывать, что этот вопрос не будет так, что вот мы решили и сели успокоить. Да, то есть будет коллегиальный подход, но для этого обязательно надо восстановить диалог. Потому что должны быть еще меры доверия. А как они могут появиться на ровном месте, если нет контактного процесса? Если мы не имеем возможности слышать друг друга, услышать друг друга. И потом, если мы не хотим сосуществовать, жить в мире и безопасности совместно. Я смотрю на нас. Не только на элиту, власть. В принципе, позитивные эмоции и отношения возникают постепенно. Мы победили. И тем не менее, постепенно это все рождается. Это практика. Это опыт. Я так понимаю, что нам придется этим вопросом заниматься долго. В данном случае я говорю не только о президенте, о власти, но и о простых азербайджанцах. Ну, простые, ну, влияющие на общественное настроение в стране и за границами страны. То есть это длительный процесс. И мы, оставаясь обществом, мы не можем обидеться и не хотеть диалога. Мы сильная сторона. Наша страна заинтересована в диалоге. И вот будем этим заниматься. Вот наши представители, обладающие весовым влиянием, и не только в Азербайджане. Они должны этим активно заниматься. Это как бы их общественный долг. Долг не только бывает какой-то другой. Профессиональный, скажем. Да, профессиональный. Но и общественный долг. То есть мы все, кто вот понимает сегодня чуть больше, чем остальные, должны активно работать в этом направлении. И я так понимаю, что это очень правильно. И еще раз хочу сказать, что наша власть вот много чего сделала. Наш президент много чего сделал. Вот. И я так понимаю, что этот вопрос мы тоже организуем. И какая-то часть армян Карабаха, конечно, примет эти месседжи. Услышит нас. Я так понимаю. Я думаю, что многие услышали. И не случайно, как только начались первые контакты, как только многие армяне, живущие в Карабахе, они ощущают себя гражданами Азербайджана, они изъявили желание восстановить азербайджанское гражданство, вот тогда невзначай появился проект под названием «Варданян». Поэтому процесс там давно созрел, потому что люди устали от многолетнего, скажем, прессинга, когда там местные начальники чуть ли не именуют каждый второй там себя министром, там, не знаю, официальным лицом, депутатом и так далее. Да ради бога, как хотите себя позиционируйте, но простой народ, он устал от многолетней тяжбы. Поэтому сейчас первонаперво мы знаем, что пространство никогда не терпит пустоты, надо эту пустоту чем-то заполнить. А что может быть лучше диалога, который гарантирует обеспечение мер доверия? Есть какой-нибудь другой вариант? Нет. И даже не только сам диалог, но даже идеи о диалоге в данный момент позитивны. То есть диалог может протянуться во времени. А вот идеи, которые призывают к диалогу, они вот сейчас самые востребованные. Вот на разных этажах общественных настроений, вот они должны быть. Это должно стать привычным для них, что Азербайджан, в принципе, понимает правильность своей позиции, не собирается как бы устраивать день открытых дверей, но призывает к пониманию друг друга, раз мы живем в одном или будем жить в одном государстве. В этом плане очень хорошая вот эта позиция. Идеи диалога сейчас вот востребованы, особо востребованы. И это, в общем-то, весомый фактор толерантности азербайджанской стороны. Мы открываем, мы приглашаем. Это понятно на государственном уровне, это понятно на любом уровне. Но это должно быть понятно, что вот общественные настроения Азербайджана, они открыты к диалогу. То есть еще же есть какая-то конфигурация той самой реинтеграции в рамках азербайджанское государство. Потому что наша страна же она унитарная. Нет никаких предпосылок для того, чтобы она стала бы федеральной или там федеративной. Правильно, нет? Правильно. Потому что у нас же, во-первых, нет действительно той основы для того, чтобы думать о федерализации страны. А Азербайджан унитарная страна. Мы восстановили нашу территорию целостность. Поэтому часть армян, которые живут в Карабахе, это наши азербайджанские армяне. И не случайно президент Алиев, будучи в Москве, он сказал, что когда по дороге Лачен-Ханки-Анды перемещаются армяне Азербайджанской республики, то есть граждане Азербайджанской армянской национальности, у них нет никаких препятствий, нет никаких препонов. И они перемещаются, возвращаются, привозят с собой грузы, вывозят своих больных, лечиться там в Ереван, там при участии, скажем, служб Красного Креста и других международных организаций. А что может быть взамен всему этому, когда есть система, которая требует своеобразной доработки и самый гарантированный выход из положения для того, чтобы снять все, скажем, препятствия на пути взаимодействия, это реинтеграция? Ну, она неизбежна, в принципе. И я, в принципе, думаю, что уже были контакты с нашей армией, армян Карабаха, никаких там особых эксцессов не было. Эксцессы, как правило, идут со стороны Армении. Извне. Извне идут, пусть будет извне. Поэтому, как бы, азербайджанцы, в принципе, готовы, армия готова, потому что большая функция на нее ложится. Эта функция, может быть, не всегда привычная для армии, но ей придется этим заниматься в Карабахе, в нашей азербайджанской армии. И, по-моему, она этим достаточно достойно занимается. И один момент я тоже сказал бы. В принципе, Азербайджан, естественно, унитарная страна, потому что Советского Союза нет. При том, что отдельный его опыт позитивный был и так далее, это не значит, что весь опыт был советский позитивный. Сегодня Азербайджан суверенное государство, и вряд ли он должен менять свою форму устройства, если она работает позитивно, нормально. И я думаю, что то, что вот у нас разные люди живут и вполне их устраивает, это форма правления не только же армяне в Азербайджане, есть и другие меньшинства и так далее. То есть вполне нормальные отношения, поэтому нет нужды менять эту форму правления. Сейчас она полностью устраивает, обеспечивает развитие страны. Напомню, что есть диалог вообще как форма политической власти в Азербайджане, вот межспартийный диалог и так далее. Все это говорит о том, что в Азербайджане, в общем-то, достаточно толерантная постановка друг к другу. И нет необходимости что-то менять. Да, ну в общем, прямая, наиболее оптимальная дорога на пути к реинтеграции, она есть, она проложена. Мне кажется, что сейчас не нужно изобретать велосипед, и самое главное, выбирать какую-то долгую дорогу или какой-нибудь искривленный путь. Надо идти по прямой, потому что мы должны увидеть, услышать друг друга. Есть ли препятствия на этом пути? Я вам скажу, есть ли внешнее окружение, внешнее влияние, в общем-то, ему все-таки придется противостоять, как бы то ни было. В принципе, прямая дорога понятна. Хотя это не исключает того, что должна быть дорожная карта. Где-то должен быть упор делаться на политические, партийные, государственные структуры, где-то на межнародную дипломатию. Межобщинную, скажем так. Межобщинную дипломатию. Это все должно быть. То есть, это все-таки дорожная карта. Некоторые шаги должны быть активны в этом направлении, некоторые в этом направлении. Но все-таки вот эта открытая дорога понятна. Речь идет о том, что Южный Кавказ должен быть коммуникацией, насколько это возможно, открытой. Прозрачными. Прозрачными, да, открытыми. И в этом направлении как бы диалог, открытость это диалог. Ирхамалин, и напоследок, я думаю, что вот если начнется успешная реинтеграция, то это может очень позитивно оказать влияние на взаимодействие между Баку и Ереваном. Согласен. Потому что там тоже должны быть подвижки. Тут не важно, где начинается, скажем, позитивный процесс или многообещающее начало, где закладывается. Надо где-то поступить правильно, дать такой хороший всплеск, чтобы из искры, скажем, да, получилось бы, да, пламя, хорошее, да, пламя, да. Спасибо большое, Ирхамм Алим. Еще раз напомню нашим зрителям, что сегодня в нашей рубрике был директор Института философии и социологии Академии Новоказербайджана, профессор, доктор наук Ирхамм Амедзады. Так что все карты нам в руки, потому что мы, если откладываем решения важных насущих задач на будущее, мы просто теряем время, а это незаменимый и невосполнимый ресурс. Всего хорошего.